Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видео мы рассмотрим рейтинг качественных телефонов от нашей уважаемой фирмы Xiaomi. Несмотря на то, что на современном рынке мобильной техники уже давным-давно обосновались такие гиганты, к примеру, как Apple или Samsung, занявшие определенные ниши, находятся молодые компании, которым удается пробиться, более того, конкурировать и выпускать качественные девайсы. Корпорации, о которой пойдет речь, быстро удалось набрать популярность на мировом рынке и завоевать сердца миллионов пользователей. Секрет и одновременно лейтмотив компании Xiaomi прост и понятен, а отличный продукт за недорогую цену. Китайская фирма выпускает дешевые смартфоны с хорошим железом за смешные деньги, а их бюджетная линейка практически не имеет конкурентов. Неопытному пользователю трудно разобраться в многообразии продуктов. Сами поклонники иногда теряются и путают линейки Mi и Redmi, потому что Xiaomi выпускает за год очень много фаблетов. Так как неподготовленному человеку трудно выбрать для себя более подходящую модель, в этом видосе мы предлагаем вам топ-4 смартфонов на любой вкус и кошелек от китайского производителя за 2018 год и за 2019 год. Итак, в этом видео мы рассмотрим лучший флагман фирмы Xiaomi, второй лучший геймерский смартфон, третий это лучший безрамочник и камерафон, ну и лучший бюджетник, так что идем и смотрим. Итак, поехали, лучший флагман Xiaomi, Xiaomi Mi 9. Mi 9 относится к безрамочным смартфонам и имеет вырез капельку в верхней части под фронтальную камеру. Кстати говоря, у камеры это первый в истории девайс, обладающий тройным модулем задней камеры, и там установлено 48 мегапикселей, хороший показатель. В начинке флагмана стоит новейший Snapdragon 855, считающийся самым мощным чипом среди устройств на платформе Android, который обеспечивает максимальную производительность нашего девайса. Xiaomi хорошо поработали над дизайном, во-первых, вырез под фронталочку стал меньше, как и подбородок, что существенно увеличило диагональ экрана, а во-вторых, задняя панель корпуса и стекла, которая переливается красивым градиентным отливом. Самое интересное, это объем аккумулятора, 3300 мАч, есть функция беспроводной зарядки. Насчет беспроводной зарядки, вы знаете мнение нашего канала, не балуйтесь данной фишкой, чтобы не вывести аккумулятор раньше срока из строя. Ну и цена, она у нас варьируется от 30 тысяч рубликов до 38 тысяч рублей. Двигаемся дальше. Лучший геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 2. По процессору игровой девайс не отличается от Mi 9, однако появилось очень важное нововведение системы охлаждения контроллера питания, что предотвращает нагревание смартфона. Автономность работы 5-7 часов использования именно во время игры, а объем аккумулятора составляет 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 4.0. Опять обращаю на эту фишку, не балуйте. Уже внешне ясно, что перед нами игровой девайс. Смартфон выполнен по уникальному дизайну, рельефные ребра и задняя панель с настраиваемой подсветкой. Стоит понимать, что покупая Black Shark 2, клиент не получит модуля NFC, хорошую камеру и разъемы под наушники, зато девайс тянет все топовые игрушки. Стоимость этого девайса 34 тысячи рубликов, ну, подороже, если то уже и 40 тысяч рублей. Двигаемся дальше. Следующий, это у нас лучший безрамочник и камерафон. Xiaomi Mi Mix 3. Прошлогодний слайдер считается абсолютно безрамочным. Отсутствуют челки и капельки, а фронтальная камера выдвигается отдельно. Фронталка, кстати говоря, двойная, 24 плюс 2 мегапикселя. Есть функция замедленной съемки 960 кадров в секунду для задней камеры. Считается этот аппарат одним из лучших камерафонов в мире. Процессор Snapdragon 845, в принципе, его хватит на повседневные простые задачи и быстрого запуска приложений. А в железо именно встроен AMOLED матрица, это очень хорошая штука. Экран не выцветает со временем и будет показывать сочную, качественную такую картинку. AMOLED есть AMOLED. Автономность хорошая. Аккумулятор на 3200 мАч. Ну, примерно хватит на один день средней эксплуатации. Цена данного аппарата следующая 32 тысячи и до 40 тысяч рублей. Двигаемся дальше. И самое интересное и самое ожидаемое в России, особенно, это лучший бюджетник Xiaomi Redmi Note 7. Смартфон, находящийся в ценовой категории до 15 тысяч рублей, с отличной начинкой. Есть вырез капелька под фронталочку. Основная камера 48 мегапикселей, плюс 5 мегапикселей с поддержкой искусственного интеллекта. Snapdragon 660 обеспечит высокую производительность. Автономность работы для такой цены отличная. 4000 мАч, а также функция быстрой зарядки Quick Charge. Опять-таки, вы знаете, что баловать, в принципе, не надо этой фишкой. Расцветки красивые, градиентные. Это современно. Стекло защищено прочным Gorilla Glass 5-го поколения. Отпечаток пальцев расположен на задней части. В принципе, нормально. И установлен более удобный порт USB Type-C. Ну вот, в принципе, и все. Быстренько, надежно и интересно. Вот такая подборка нашего канала на любой вкус и кошелек от нашего любимого китайского производителя, фирма Xiaomi. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайт mobcompany.info Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Продолжение следует...